Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащее нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучала Евангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас, присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке молитвенной, финансовой, в том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь. Я родилась в верующей семье на Украине. И когда мне было два года, моя семья уехала миссионерами в Россию. Родители открыли церковь в городе Владимире, и мы вместе всей семьей там служили. И на наших семейных служениях папа всегда нам по очереди говорил готовить какое-то слово, и мы все по очереди читали Библию. Но я никогда не хотела читать вслух, я не хотела, чтобы мои близкие люди или вообще кто-то, кто меня окружает, слышал, как я читаю, потому что мне давалось это трудно. Спустя какое-то время мы узнали, что у меня дислексия. Это прерванный сигнал зрительного нерва к коре головного мозга. То есть мои глаза не фокусировали буквы, то есть они были немного в хаотичном порядке, и из-за этого мне было немножко сложно читать. И Бог, он исцелил меня от дислексии. Сейчас я могу читать. Я закончила школу на общих условиях, поступила в педагогический колледж. В моем вузе никогда никто не знал о том, что вообще у меня есть такая проблема и сложность с чтением. Я всегда хотела учиться где-то в библейской школе, в какой-то школе служения, в каком-то христианском колледже. Мы с друзьями поехали на конференцию «Пасворт», и там было представление команды МГДИ. После конференции осталось желание поехать на этот проект. Очень в короткие сроки уволилась с работы, взяла академический отпуск, собрала вещи и уехала в проект. В проекте у нас много разных поездок. Мы служим в церкви, и можем изнутри увидеть множество служений. Можем получить такой бесценный опыт во всех сферах служения. Давид говорит всегда, что в своей жизни мы возьмем две вещи – это отношение с людьми и отношение с Богом. Для меня проект МГДИ – это отношение с Богом и отношение с людьми, которые в дальнейшем будут только развиваться, укрепляться, и вместе мы можем делать большую работу. Когда я смотрю на ребят, меня вдохновляет то, как Бог работает с каждым человеком. Меняется характер, меняется отношение к Богу и служению. Приходит видение и цель, что делать после проекта. Основная задача проекта – это помочь каждому участнику войти в Божье призвание и исполнить его волю в этом поколении. А что если множество церквей в нашей стране будут открыты благодаря твоему послушанию и вере? А что если Бог будет использовать тебя так, как ты даже себе представить не можешь? А что если ты следующий участник МГДИ? Братья и сестры, приветствую всех чудесным именем Господа нашего Иисуса Христа. В нашем жизненном путешествии мы часто и спотыкаемся, и может быть даже падаем, и где-то теряем силы. Но когда мы приходим нашему Богу, который является для нас источником наших сил, мы обновляемся. Поэтому Библия говорит о тех, которые приходят к Нему, что они обновляются. Подобно орлу обновляется их юность, и они поднимаются, они идут. Я хочу прочитать место Писания, это история, записанная книгой числа. Буду читать 21 главу 4 стиха. Давайте послушаем. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома. И стал малодушевствовать народ на пути. И говорил против Бога, против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. Душа наша и опротивила эта негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ. И умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа, против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змею». Помолился Моисея о народе. Господь сказал Моисею, «Сделал себе змея, выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисея медного змея, выставил его на знамя. «И когда змей ужалил человека, он взглянул на медного змея, оставался жив». На самом деле, это местописание, которое для нас с вами, для церкви, для верующих, последних времен, последнего времени, как звучит, как предупреждение. Но вместе с этим здесь для нас Господь открывает и напоминает о том избавлении, о той Его благодати, о той Его любви, несмотря на наши немощи, несмотря на наши слабости, Он все еще остается Господом и Богом для нас. И даже когда мы падаем, даже когда мы ропщим, Он терпит нас, Он несет нас, Он любит нас, Он не желает смерти грешника. Итак, мы видим, Израиль идет по пустыне, движется. Некоторые говорят, что это был как раз период, 38-й год их путешествия по пустыне, где они уже приближались, наверное, к Кананской земле, и вот на пути встречаются сложности очередные. И как-то получилось так, что они не получили разрешения пройти через Идом. Это означает, что им предстоял более сложный путь, может быть, более камнистый, через какие-то ущелья, через какие-то сложные места, но это путь сложней, трудней, более узкий, и он предполагал трудности. И, конечно же, народ, который устал, перед этим глава начинается от того, что они вот-вот воевали, они еще вели войны, были в сражениях, уставшие, и они падают в малодушие. Они начинают роптать. И, казалось бы, ну вот внешне, вот эти обстоятельства, которые сегодня, сейчас, они дают повод тому, чтобы роптать. Но, если посмотреть в целом на народ, который постоянно испытывал от Господа множество милости, если вы прочитаете 77-й Псалом, где говорится о том, что сколько Бог являл милостей. Они просили, пищу Он давал, они просили воду, Он из камня, из гранита, извлек для них источники. Они просили мяса, Он послал перепелов. Они просили ману, Он давал каждый день ману. В то же время, другие народы, чтобы получать пищу, люди работали, им нужно было работать, чтобы получать воду, пищу, хлеб, на насущные нужды, нужно было работать. Но они в пустыне не работали, они просто двигались, и Бог давал им пищу. И если положить на чаши, знаете, вот этот сегодняшний их день, обстоятельства, и то, что Бог на протяжении всего их путешествия, Библия говорит, нога их не пухла, одежда не ветшала, он заботился, как в каком-то месте сказано, на руках нес, проявляя заботу. Другими словами, вот этот повод, который они сегодня взяли, это был не повод, это было вот их малодушие, это было их слабостью. И Бог постоянно указывал на эту слабость их. И вот это недовольство, оно оборачивается для них тем, что Бог посылает ядовитых змей. Знаете, там, где нету повода, люди начинают роптать, плакать, негодовать, возмущаться, там найдется повод, тому, чтобы действительно начать плакать. Та земля, через которую они шли, она была постоянно, там были постоянно эти животные, эти змеи, скорпионы, и так дальше. Если вы откроете в Таразаконе 8 главу, 15 стих, там написано, который провел тебя по пустыне великой и страшной. Заметьте, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной. И дальше, питал тебя в пустыне манной, которые не знали отцы. То есть, змеи были постоянно, но Бог постоянно ограждал их. Более того, Бог использовал этих животных, опасных животных против египтян. мы видим, что те, кто пытаются враждовать с Богом, роптать, идти против Него, без всяких на то оснований, они враждуют с Богом. И поэтому даже творение, которое подчинено Господу, воюет против таковых. мы говорили против Господа. Пришло сознание, пришла перемена. Они говорили против Моисея, они говорили против Бога, они возмущались, многие плакали. Знаете, часто ропот не сопровождается тем, что люди открыто заявляют, что мне вот это не нравится, мне это надоело, не буду есть эту ману, я уже устал. А часто ропот и наше недовольство выражается в том, что мы просто стинаем без причин. Когда нету повода, а мы начинаем искать его. Когда нам просто, нам хочется, ну, пожалеть себя. И здесь приходит осознание. Они говорят, мы согрешили против Господа, против тебя. Можно только представить, что терпел Моисей, потому что он был там постоянно, в их среде, каждый день он выслушивал эти горькие речи. Это из-за тебя, Моисей, мы здесь. Это лучше бы мы там остались в Египте. Все эти сожаления, все эти... Моисей выслушивал, терпеливо выслушивал. И здесь мы видим такой момент, когда змеи появляются, начинают жалить. И Библия говорит, что они начинают умирать от этих укусов. Умерло множество народа и сынов Израилевых. Это говорит Библия, это говорит Священное Писание. Умерло... Что значит множество? Это много. Это может быть не один десяток. Это может быть сотни людей. И вот Моисей, который пристрял пред Господом, он приходит в очередной раз по их просьбе, молится. И заметьте, они приходят с такой просьбой помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змею. И Моисей молится. Но что ему говорит Господь? Господь не отвечает прямо вот как они просили, как они хотели. Он отвечает им, но Он показывает свое решение, не так, как они хотели. Он говорит возьми шест, сделай медного змея, поставь его посреди стана, чтобы все, кто находится в этом стане, могли его видеть. И каждый человек, который будет ужален этим змеем, он посмотрит на этого медного змея, на это изображение, и он останется жив. Заметьте, друзья, я хотел бы по-особенному это подчеркнуть. Народ молится, чтобы Бог удалил от них змеев, но Бог отвечает не так, как бы им хотелось. И давайте мы порассуждаем и посмотрим, почему именно Господь так сделал. То есть, они вынуждены были, другими словами, терпеть боль, жгучую боль, которая переходила в жажду. Что значит такое укус змеи? Ну, если кто-то из вас испытывал, я думаю, что это не очень хорошее ощущение. Потому что, кроме того, что это такое не очень приятно смотреть на змею, брать ее в руки, она тебя жалит, яд, и потом начинается, повышается температура, тошнота, и все, все там, все побочные последствия того укуса. И вот они вынуждены были терпеть эту боль, и эти последствия. Помните, апостол Павел для нас с вами верующих в послании 11 главе говорит, что будучи судимы наказываемся от Господа. Зачем? Чтобы не быть осуженными с миром. Я думаю, друзья, что вот эти последствия для народа остались. Змеи жалили. Бог не удалил змей, чтобы они ощущали эти последствия с тем, чтобы уже не возвращаться к ропоту, чтобы уже не возвращаться к греху. Поэтому Бог так определил для Моисея и сказал, что вот этот змей, он должен стоять достаточно высоко, чтобы те, которые встанут, те, которые сегодня в Церкви Божьей, те, которые сегодня держат в руках Библию, те, которые сегодня имеют возможность участвовать в заповеди Господней, те, которые могут приходить к престолу Божьей благодати, которые могут посмотреть на Иисуса Христа распятого, они могут получить исцеление для себя. Поэтому, дорогой друг, может быть, ты сегодня ужален этим змеем, может быть, грех тебя снова мучает, и ты испытываешь вот эти последствия, последствия от греха. Тяжелые последствия для тебя есть. Это замечательная возможность, которую Бог дает тебе посмотреть на Господа Иисуса Христа, который является прообразом, змей медный, который является прообразом Господа Иисуса Христа. Ивангелет Иоанна, 3 глава, 14 стих, здесь записано, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Смотрите, вот оно, Евангелие. «Как Моисей вознес змея в пустыне, и каждый, кто с верой смотрел на Него, оставался жив». Сегодня Иисус Христос является для нас Спасителем, взирая на Которого мы имеем жизнь. Следующий момент, который я хотел бы, друзья, отметить для себя и для каждого из нас в этой истории, это то, что вы, наверное, уже заметили, что то, что жалило, то, что ранило, то, что приносило смерть по внешнему виду и то, что исцеляло, и давало жизнь, оно было одинакового вида. Я думаю, в этом тоже для нас открывается истина, которую Бог хочет донести для нас. Особенно для тех, которые отвергали Христа. Для тех иудеев, которые распинали Иисуса Христа. Помните, апостол Павел говорил в послании Коринфянам, первое послание Коринфянам, 23 стих, первой главы. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазь, для еленов безумие. Что значит слова Павла? Мы проповедуем Христа. Для иудеев Он был соблазь. Помните тот слепорожденный, который был исцелен, и когда он оказался в кругу фарисеев, те сказали, кто этот человек? Ну вот, он указывал на Христа. И помните, как они ему ответили, это человек грешник. Для иудеев был соблазн. Они соблазнялись, когда он был с грешниками, когда он ел, пил с ними. Следующее местописание, которое я хотел бы предложить вашему вниманию, это послание к римлянам, 8 глава, 3 стих. Как закон ослабленный плотью был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Заметьте, Бог послал Сына в подобии плоти греховной. Когда Иисус был на кресте, Он был обезображен. Те, которые там стояли и смотрели на Него, они считали, что это самый страшный грешник. Когда Иисус был на кресте, на Него был возложен грех каждого из нас. Его вид был обезображен паче всякого человека. И в этом смысле там, в этой далекой пустыне, когда народ шел, и Бог повелел Моисею возвысить этого медного змея, чтобы указать, что именно вот, вот оно спасение. Но почему вид не отличался от того, что жалило, то, что было источником смерти, то, что убивало, то, что приносило им вред. Почему? Потому что, будучи святым, праведным, на Него был возложен весь грех. Помните, как пророк говорит, а мы думали, что он уничижен и наказуем Богом. Люди, которые стояли и смотрели на распятого Господа, они действительно считали, что он заслужил этой смерти. Он был этим приготовленным акцием, на которого был возложен весь грех. На нем был грех. Наш грех, твой грех, мой грех, каждого из нас он понес на себе. Поэтому у него такой был вид. читаю книгу пророка Исаии, 53 глава, 2-й, 5-й стих. Здесь написано, «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавшей болезни. Мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». И дальше, «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Смотрите, эти люди ошибались в своих выводах. Иудеи, которые распинали его, для них они отвергали его, они не могли смотреть на него. Это ужасное зрелище, когда Иисус был распят. на нем не было живого места, когда он предстоял перед Пилатом. Пилат говорит, «Все человек, он был уже до креста обезображен, когда прошел через бичевание. Поэтому люди считали, что он грешник. Будучи святым, он взял на себя все грехи, все беззакония. И последняя мысль, которую хотел бы поделиться, что, как Библия говорит, как Моисей вознес змею в пустыне, так Сын человеческий был вознесен. Вы знаете, что сегодня Иисус является тем, кого мы возносим нашей проповедью, провозглашая его, то, что делают наши друзья сегодня. Мы возносим, чтобы люди, чем больше мы говорим о Христе, чем больше мы проповедуем, мы возносим Христа, и люди видят его, у них появляется надежда. Потому что мир, который погибает в грехах, он испытывает ту боль, которую мы с вами испытывали. И для мира появляется надежда. Как Моисей вознес змею в пустыне, так Сын человеческий вознесен сегодня, церковь сегодня возносит, она ставит на знамя имя Господа Иисуса Христа через проповедь Евангелия, через служение народам, этому миру, провозглашая о том, что Иисус является единственной надеждой для человека, что Он единственный, кто может спасать сегодня. И если бы те люди, которые были ужалены змеем, они пытались там какие-то средства находить для себя, чтобы как-то как-то спасти себя, я думаю, это все безуспешно было для них. И, наверное, были такие, которые считали себя умными, они, может быть, искали какие-то травы, противоядие или еще что-то, чтобы избавиться от этих укусов, но ничто не помогало, кроме тех, что те, которые смотрели на этого медного змея. Поэтому те, которые сегодня ужалены грехом, для них есть единственная надежда. Те, которые сегодня мучаются под властью греха, для них есть единственная надежда. Это Господь Иисус Христос распятый. И наша с вами проповедь в том, чтобы рассказать людям, что Он есть единственная эта надежда. Помните, как Павел говорил, мы проповедуем Христа какого? Распятого. Мы говорим о том, что Иисус был распят за наши грехи. Действительно, когда мы смотрим на Него распятого, Он напоминает нам того змея. Почему? Потому что мы не можем смотреть на Него. Нам тяжело на Него смотреть, потому что Он был обезображен. Но мы понимаем, что это наши с вами грехи там оказались. Он понес на Себя. Поэтому все же, когда мы смотрим на Него, мы получаем спасение. Говорят, что тот змей, который был сделан из меди, он был отполирован, очень сильно отполирован. И поэтому, когда люди смотрели, было непросто смотреть на Него. Это сильно било в глаза отражение, зеркальное отображение, этот яркий свет. Но они должны были смотреть на Него. Евреям, 12 глава, 2 стих. «Взирая на начальника совершителя веры, который, вместо придержавшей ему радости, претелпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божьего». «Взирая на начальника и совершителя веры». Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова